Валерий Александрович, как игру оцените? Ну, оценю игру как хорошую. Ребята, то, что мы их просили, выполнили. Был отрезок небольшой во втором тайме, когда чуть-чуть было видно после счета 5-1. Расслабились и пропустили второй гол ненужный. А так, в целом, я остался доволен игрой. Ребята молодцы, за что им огромное спасибо. Команда потрясающе классно сработала после пропущенного мяча. Сразу же поддавили, вынудили ошибиться, рубин, и дело пошло. Какие слова в тот момент говорили со скамейки? Просто подбодрил их и сказал, что продолжайте играть в том же духе, потому что такой гол вообще не вытекал из игры. Полностью мы владели преимуществом. Вот одна контратака. Ну, такое бывает в футболе. И очень порадовало, как они среагировали на пропущенный гол. Большими силами стали атаковать. Молодцы. У нас очень результативный матч. Вас это должно радовать как тренера. И в целом, как оцените первый отрезок под вашим руководством? Первый отрезок сезона? Ну, он еще не закончен. Сейчас главная игра с самой нелюбимой командой. Поэтому будем оценивать после этого. Но сейчас выводы делать какие-то рано. Еще впереди целый сезон. Ну, скажу так, как провели игру в атаке, мы их просили насыщать шрафную площадь, агрессивно идти туда большими силами. В атаке сыграли неплохо. В обороне, опять же, в целом, скажем так, не именно защитники, а там были погрешности именно в коллективных оборонительных действиях. Но это мы разберем, подскажем ребятам. По статистике, очень много футболистов по ФКЦСК молодежки имеют уже на своем счету забитые мячи. И нет ярко выраженного лидера-бомбардира. Вот сегодня, правда, Евсютин выбился в лидера. Но угрозу соперник может ожидать откуда угодно. Насколько это соответствует вашему видению игры? Или это, может быть, случайно так получается? Нет, это мы с ними разбираем постоянно на теоретических занятиях, в тренировочном процессе. Практически каждый игрок в атакующей линии – это креативный футболист, от которого от любого футболиста в передней линии может исходить опасность. Мы их просим постоянно наносить дальний удар и, еще раз повторюсь, агрессивно идти в штрафную площадь. Возле штрафной мы всегда просим, чтобы они решили то, что им подсказывает их голова и, скажем так, сердце. Потому что в атакующих линиях очень тяжело сказать им так, делать так. И поэтому именно рассчитываем на их не креатив, а ребята креативные все. Поэтому они и в сегодняшней игре это показали. Ну и теперь команде, как вы уже отметили, предстоит матч с нелюбимым соперником. Как будете дополнительно ребят мотивировать на дерби? Может быть, нарезку каких-то моментов с вашим участием? Потому что их было круто, их моментов очень много. Да нет, наверное, таких нарезок делать не будем. Это ни к чему. Я думаю, что они все умные ребята и прекрасно понимают, что для ЦСКА этот соперник. И для них, для каждого. Поэтому я думаю, и для меня, и для них эта игра. Тут каких-то лишних дополнительных слов не нужно. Все все прекрасно понимают.